История знает случаи, когда одна и та же идея приходила двум людям одновременно. Так получилось с радией телефоном. Но в искусстве повторы, часто результат банального воровства. Случается, что художник у кого-то подсмотрел сюжет, но его вариация стала более популярной и узнаваемой, нежели оригинал. Хорошо знакомая по учебнику русского языка картина Федора Решетникова «А-5-2» была написана им в 1952 году. Но у сюжета, знакомого каждому со школьной сками, оказывается, имеется прототип, созданный до революции, даже два прототипа. Работа провалился 1885 года. Художника Дмитрия Жукова, изображает такую же сцену, только в роли двоечника, гимназист. Мать также сидит расстроенная за столом, сестра выглядывает из-за двери, а собака утешает неудачника. Впрочем, характер у картины иной. У Жукова более томные цвета и застывшая композиция, а у Решетникова есть свет, движение, ощущение, что это двойка, неприятность, но не конец света. Здесь тот случай, когда переделка оказалась лучше оригинала. Другим прототипом картины Решетникова может быть работа «Опять провалился», написанная в 1891 году, художник Алексей Карин. Карин почти четверть века руководил головным классом Московского училища живописи. Вояние из отчества, воспитав не одно поколение художников, включая Аркадия Пластова, известного советского художника, который, говорят, написал на картине «Опять двойка собаку». Для художника его жанровая зарисовка «Опять провалился» не была проходной работой, он дебютировал с ней весной 1891 года на выставке «Товарищество передвижников». Потом сделал еще одну версию сюжета про гимназиста-двоечника. В первом варианте герой низко опустил голову, мать выглядит отрешенной, а младшая сестра не смотрит на брата. Атмосфера картины тяжелая. Во втором варианте мать более спокойна, сестра сочувствует брату, гимназист скорее задумчив, чем подавлен. Вполне возможно, что Решетников видел все перечисленные картины. Может, Решетников и подсмотрел сюжет, но исполнил он эту бытовую сцену без гнетущего пафоса своих предшественников. Интересно, но художник сделал серию из трех работ, первая картина называется «Прибыл на каникулы», опять двойка вторая картина, и картина «Переэкзаменовка» написана третьей. Но именно двойка стала узнаваемой работой художника Федора Решетникова. Редактор субтитров А.Семкин